Чтобы совсем не задохнуться, окна в подъезде всегда должны быть открыты, говорят жители. Неприятный запах уже захватил и квартиры, добрался до одежды и вещей. Дышать нечем. У нас живут пенсионеры, бабушки, дедушки, детки маленькие, которым по 3-4 годика, все задыхаются. 20 января подвал начала заливать фекалиями. Жители сразу же обратились в управляющую компанию, но положительного результата нет до сих пор. Я звонила в дом управления, она сказала, это не к нам, это водоканал. Я водоканалу звонила целый час, кое-как дозвонилась до них и сказали, ваша заявка есть, мы приедем. Вот с 20-го числа они едут. Были морозы, испарения и невозможно. Мы думали, что на шестом не так этаже, у нас шестоэтажный дом, а там каша-марча была вообще. Бросают трубки, они ничего вообще не слушают нас. И многие звонили и к нам в РЭУ, и в ПЖРТ. Делов никаких вообще. Жалобы у шельцов и по поводу несвоевременной расчистки крыши от снега. Хозяева квартир на верхних этажах волнуются, что в период отепели анастовы начнут протекать. Кроме того, скопившийся снег и сосульки создают угрозу для людей. Ну я каждый день щупаю этот потолок, думаю, что... Я вот смотрю на тот дом, на пятиэтажный, мне его видно. Там вот, наверное, снега было метр не меньше. Сейчас он спрессуется, потом замерзнет и начнут нам крышу нашу старую ломать ломами. Уже на следующий день после обращения жителей в нашу телекомпанию крышу все же начали чистить. Насколько качественно будет сделана работа, позже оценят жители. Коммунальщиков они настоятельно просят решить проблему и с подвалом. Дмитрий Павлов, Павел Баймаков, Сергей Ставтов, СТВ